Выходить на сцену, зная, что на тебя смотрят миллионы человек из зала и по ту сторону экрана, отбросить переживания и показать свой талант, эти ребята уже научились. Но признаются, на встречу с губернатором идут с волнением. В здании областного правительства впервые. Надежда Шабанова и Алексей Лужанский – участники телевизионного вокального проекта «Ты супер!». Он проходил в Москве. В проекте приняли участие около сотни ребят из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей со всей России и страны СНГ. 14-летняя школьница из Ефремова буквально покорила жюри своим вокалом. В итоге вышла в финал и заняла пятое место. Позови меня, разоградь меня, позови меня, прусти чай моя, позови меня. Невероятная, понимаешь, энергетика, которую ты раздала тут всем. Какая же ты умничка! Я услышала колоссальный труд! Ребята делятся с Алексеем Дюмином впечатлениями от конкурса, где удалось не только пообщаться с известными артистами, но и получить незабываемый опыт. За их выступлениями следил, признается губернатор и добавляет. Область гордится своими талантами, которые наравне с инженерами и конструкторами прославляют регион. Школьники рассказывают Дюмину, хотят в будущем связать свою жизнь с творчеством. Оба окончили музыкальную школу. Надежда планирует поступать в музыкальное училище имени Гнесиных, заниматься вокалом. Алексей уже подал документы в областной колледж культуры и искусств на эстрадное отделение. На проекте царит атмосфера волнения за кулисами, а когда мы находимся на базе с ребятами, то там просто все дружелюбные, все хорошие, с ними можно пообщаться, и мы веселимся, играем просто на самом деле. Дружная атмосфера была за время проведения на проекте. То есть не было какой-то, я прям не чувствовал конкуренции сильной, потому что все друг друга поддерживали. Алексей Дюмин обещает, ребят без поддержки не оставят. В сентябре в Туле заработает центр для одаренных детей. Приглашают туда и юных вокалистов. Мы делаем все для того, чтобы помогать и развивать наши молодые таланты во всех направлениях, в том числе, конечно, музыкально. Музыкальная школа Райхеля, которая через некоторое время будет центром одаренных детей по музыкальному направлению. И в чем изюминка, в том, что у вас будет возможность позаниматься по вокалу не только с преподавателями, с тульскими, с нашими, но и там будут приезжать преподаватели из Москвы. В конце встречи от губернатора юным талантом в качестве памятных подарков смартфоны. На лицах ребят счастье, купить дорогие гаджеты сами пока не могут. Надю воспитывает бабушка, Алексей в приемной семье. Напоследок пожелание удачи и никогда не изменять своей мечте. Ставить цели и стремиться к ней. Ребята обещают, обязательно добьются своего. Надежда Милехина, Роман Тюкин, Первый Тульский.